Уже и в чемпионшипе за плохой старт. Оле Гуннер Сульшер, безусловно, легенда Манчестер Юнайтед в качестве игрока. Хотя ожидается еще очень много появления спортивного директора и много еще чего. Оле Гуннер Сульшер, теперь 11-й Антони Марсиали, 11-й Маркус Рашфорд, номер 10-й. Оле Гуннер Сульшер, 45-летний специалист, но к 70-летний специалист возглавляет Кардив Сити 1 декабря. Ему исполнилось уже столько очка от зоны вылета. Манчестер Юнайтед седьмой и отстает он на 11 баллов от топ-4. И уже над Сульшером с Манчестер Юнайтед вся она будет, безусловно, озвучена, как информация, касающаяся Кардив Сити. Судец. Пок-бам. Пас пяткой. У Юнайтед второй результат с конца. Опасно. Гол! Маркус Рашфорд открывает счет в этом матче. И, как говорили все, те, кто предварял своим анализом эту встречу на ведущих английских каналах, Нилу Орнаку очень не повезло, что Юнайтед возглавил перед матчем с ними новый тренер. Вот Эд Вудвар на ваших экранах. Сегодня все это нам учитывать, глядя за этой встречей. Кардив очень хорош дома. Кардив в том матче качал головой. И мы помним, что все это разошлось в соцсети. Об этом стали говорить еще больше. Саме мяча на Каллума Паттерсона, который должен будет потолкаться с Виктором Линделёфом или с Филом Джонсом. Пока он с Линделёфом. Хороший фланговый штрафного, почему бы не забить Кардиву? Нет, Джош Мёрфи бьет над перекладиной и мяч уходит за пределы поля. Ну вот, Каннингем быстренько адресовал мяч Солу Бам-Бам. Треский тренер Юнайтед. Погба! Марсиан уже в штрафной площади. И Келеман поехал в Кардив со своей командой. Подача! Каннингем навешивал Паттерсон. Сталкивается головой. Вы ни в коем случае не ставите свою команду под тяжелый риск сложного поражения. Сложного... Хороший перевод внимания Матича, казалось бы, но подскользнулся. И поэтому точный танк, судя по всему, пока не считается явным претендентом. Хотя по имени, конечно, это было бы интересно. Марк! Камарку с Рашвард, штрафной площади, передача на Марсиале. Зашли в штрафную площадь. Здесь простая передача. Рашвард! Едва сейчас не накрывает. Юнайтед будет пытаться приобрести центрального защитника. И Сульшер сам в интервью предположил, что его мнение... Пока Бруно и Келеманга выбивают мяч. Тут его подкладывает Фоллит. Но Майкла Оливера. Линдолев пошел в штрафную площадь. И Нин Эдеридж на выходе мяч забирает. Оказывается, Линдолев и Марсиаль на одной линии действуют. Подача Янга. Опасно. Итак, подача. Мяч пролетает. Камараса. Зато Олигонер Сульшер, человек, который забивал в финале Лиги Чемпионов. Который забил от 3-0 в элитном дивизионе. С тех времен 7. Хороший перевод направо. Подключается Эрера. Удар из-за штрафной площади. 2-0. Андер Эрера почувствовал себя великолепно. Абсолютно помним, как он блестяще провел первый сезон при Луи Ван Галле в Юнайтед. И вот, пожалуйста, сейчас Андер Эрера не всегда попадавший в старт в этом сезоне. Сегодня только седьмое его попадание. Берет его таким вот тоже странным ударом. Странным по траектории. Как и удар Рашварда отправляет мяч в сетку. Нам показывают Каннингема. Именно он должен был выдвигаться. Но обоих просто снял с игры. Мне кажется, и продолжение. Это атаки Линга передача. Эшли Янг и здесь Солбамба успевает. Все ждут легкой победы. Подача. Посмотрим, будет ли это легкая победа. Кардев не сказать, что играет плохо. Просто Кардев еще и мы видим, есть тот самый фарт в виде рикошета. Но я бы не назвал это фартом в пол. И боль по базе работал штрафной, насколько мы помним, с которого Рашвард забил. Подача Эшли Янга. Марсиаль, нет, не дали ему пробить. Это, по-моему, Андеререл лупит из-за штрафной. Люкшоу и штрафной в исполнении уже будет Кардев и Джошу Мерфи здесь досталось. Пенальти назначает Майкл Оливер. Игра рукой в исполнении футболиста Юнайтед Оливер в сезоне. Но когда-то надо заканчивать с этим Камараса. Один-два. Ликуют болельщики Кардев, поскольку их любимая команда возвращается в этот матч. Нил Орник никогда не улыбается. В таких ситуациях еще ничего не ясно. Талкивает его Марсиаль. Снова Хойлет. Снова падение. Мяч у 11 номера Юнайтед. Передача на Лингарда. Удар поворотом. Рашвард на линии офсайда. Тут два защитника центральных за ним присматривают. Погба. Передача. Марсиаль. И гол. 3-1. Что получилось в этом моменте? Обратите внимание, как здорово Юнайтед насытил центральную зону. Четыре игрока Юнайтед оказалось в одном и том же квадрате. Там, куда пошел этот мяч. И включение туда дополнительного игрока позволило иметь численный перевес в этой зоне перед игроками Кардево. И поэтому разыграть великолепно эту комбинацию, поскольку игроки мастеровиты. Они тратят мало времени на передачи друг другу. Все в одно касание. Смотрите, как забегают. Надо забивать. Подача Камарасы. Мяч пролетает мимо Шона Моррисона. Джош Мерфи. Я думаю, что Роуз должен появиться. Передача Марсиаля. Брашвард и Погба. Обратить. По сути, создается чистое преимущество. Это и есть ключ к тому, чтобы преодолевать оборонительные порядки Кардево. С Рашвард. Андер Ререр. Антони Марсиаля уже забили по мячу за тайм в ворота Кардево. Да, Кардев по-прежнему в игре. Касание. Вот эти треугольники разыгрывает. Как же здорово Юнайтед Лингард. Свободен Рашвард. Попережная передача. Там свободно. Этим самым тактическим треугольником много сейчас уделяется. Туда смещается к нему Лингард. Рядом Погба. Передача туда и не начинает в одно касание разыгрывать. А это, собственно, гол пока. Быстрее всего. Подача еще одна. И от перекладины мяча летает за пределы поля. Вот мы будем смотреть. Также с огромным перерывом Антони Марсиаль пользуется передачей Лингарда. И делает счет 3-1. С момента приема разыграть ему отличную комбинацию с Марсиалем. И счет стал 3-1. Марсиаль 11-й левее. Лингард 14-й правее. Рашвард номер 10-й. Главная, в общем-то, вещь, которая показывает нам Юнайтед Хофф. Которые могут усилить игру впереди. Потому что есть Кадим Харрис. Атакующий полузащитник. Есть защитник Лебельтье. И рассказывает о планах мангурянцев. О подробностях ухода Мауринио. Не знаю, как же Лингард сейчас за спину Джорджа Мерфи ускользнул. И поэтому подключился Пагба. Передача. И здесь снова Марсиаль. Перевод. Рашвард в одно касание. По дачам. Обратили внимание, Янг сколько не навешивал. Да-да, не поднимался Рашвард. Аккуратно играет Солбамба. Здесь Хелеманга накрыт Андером Эрерой. Передача. Здесь все, потеряли скорость. Смотрите, 5 игроков Юнайтед на маленьком тачке. А на 65-й. То надо бы убирать кого-то из-за броняющихся игроков. Лингард опасно в штрафной площади падения. Пенальти. Конечно, педы Лингард. Разгон. Гол. Не угадал Нилетерес. 4-1. Отличный счет для поклонников Манчестер Юнайтед. И все, конечно, теперь будут говорить. Это все магия Оли Гоннера Сульшера. Манчестер Юнайтед повторяет результат матча с Фулхэмом. 4-1. Два тура назад. Прямо у Ринью. Но если Юнайтед забьет еще. Барсьяль. Как здорово, игроки Юнайтед. Обратите внимание. Эшли Янг. Расстрельная передача. Можно дальше разгоняться. Подача Эшли Янга. Да бессмысленно все эти подачи мы видим. Ни одна подача. Линделев. Голевую Линделев отдает. Нет. Но Рашвард уже был заточен на дубль. Мяч ушел, кстати, от Этериджа. Это угловой должен быть. И Лингард, и Рашвард. Криатуры Ван Гала, безусловно. Давай, смотри, снова. Как здорово Эшли Янг прибежал. На нам еще раз показывает рикошет от Каннингена. Как мы видим на этом повторе, мяч все-таки не коснулся Каллума Паттерсона. Вот она играет в подкате против Паркуса Рашварда. Ему достаточно много матчей он провел уже за свою национальную команду. Было ли положение в Нигру Пагба. Продолжение следует...